Музыка Тема нашей сегодняшней лекции Иоганн Генрих Пестолотца Основоположник педагоги Генища Ну вот этого швейцарского педагога Именно так называют потому, что Он всю свою жизнь Посвятил обучению и воспитанию Детей из социальных низов Причем не только детей Скажем так, обычных Но и детей с девиантным поведением То есть с отклонениями в развитие И даты его жизни таковы Он родился 12 января 1746 года И закончил свой жизненный путь 17 февраля 1827 года То есть его деятельность пришлась Как на конец 18 века, так и на начало 19 Особенности его биографии таковы Для личности Пестолотца Буквально с детства и до последнего дня Была характерна глубокая христианская вера И осознание собственного педагогического призвания То есть Пестолотца буквально с ранних лет Он хотел преобразовать школу Ибо когда он сам был учеником в школе Ему в школе было очень несладко Было у него масса проблем Ну, во-первых, он был выгодцем из необеспеченной семьи Которая находилась на содержании у магистрата И он был внешне очень таким мальчиком непривлекательным Часто отвлекался, не мог сосредоточиться Был плохо одет И поэтому у него были постоянные какие-то сложности С учителями и с товарищами по учебе То есть он чувствовал себя очень дискомфортно в школе И вот как раз в это время он задумался о том Вот как сделать школу более комфортной И для ученика, и для учителя Вот это очень интересно И для него, как и для ученика Было характерно такое качество, как доброта Помноженная на справедливость Например, хотя он не всегда хорошо учился Но вот по ряду предметов он успевал И вот по тем предметам, которым он успевал Он всегда помогал своим товарищам И если, например, в школе происходила драка И сильные мальчики старшего возраста били маленького То Пистолосов всегда вступался за обиженного Хотя было понятно, что он вот этот бой с великовозрастными обидчиками Он не выдержал Но вот его именно за это уважали То есть он вот, у него, в его характере всегда присутствовало Два таких очень важных свойства Как любовь и справедливость Вот эти свойства он пронес через всю свою жизнь И он вот довольно длительное время Все-таки, невзирая на то, что он хотел быть учителем Он колебался, потому что его дедушка был священником кальвинистским И Пистолоса ожидала тоже вот эта вот стезя священнослужителя Но в конце концов все-таки он выбрал учительский путь Потому что хороших проповедников, как он сам говорил, было много А вот хороших учителей было мало И он, в общем-то, считал, что он может быть хорошим учителем Ну, собственно, вот эта мотивация, она как раз ему очень серьезно помогла в его деятельности Хотя его деятельность, да и вообще вот вся его жизнь Она была, ну, довольно проблемной Почему? Потому что он не принадлежал к миру взрослых Он принадлежал к миру детей И потому как большую часть времени он проводил с детьми То он и сам по манере своего поведения походил на ребенка И поэтому взрослые его очень часто воспринимали негативно Вот, а дети, наоборот, его считали своим Ну, и его это, в общем-то, вполне устраивало Для его деятельности характерно сочетание теоретической и практической христианской педагогики любви Включая к детям из социальных низов и с девиантным поведением Он создал несколько эффективных учебных заведений Другое дело, что, невзирая на свою педагогическую эффективность Ну, эти учебные заведения имели, в общем-то, некоторые и недостатки Например, один из его, так называемых, приютов для крестьянских детей из малообеспеченных семей Он был абсолютно бесплатным То есть он, с того, вложил туда деньги Вот, и в этом учебном заведении детей обучали грамоте, счету Обучали их навыкам работы на ткацких станках Занимались с ними физической подготовкой Вот, но дело в том, что это учебное заведение было бесплатно Вот, и понятно, что вот в какой-то момент деньги у него закончились И это учебное заведение прогорело Вот, ну и вот все другие учебные заведения, которые он открывал Некоторые из них были на... создавались на государственный счет Вот, тем не менее, они всегда были бесплатными для учеников То есть это вот была такая особенность И довольно любопытная, потому что вот в изучаемый нами период Учебные заведения, например, в Швейцарии Неважно, какие начальные школы, или средние, или высшие Они все были плавными Вот, ну, престоловцы не только был педагогом-практиком Он был и теоретиком, то есть все свои педагогические наработки Вот в школах разного типа Он пытался осмыслить в своих педагогических трудах У него очень много всякого рода педагогических произведений Но основной его труд – это книга Лингард и Гертруда Мы к ней еще вернемся Ну, а другие труды наиболее известны – это работа «Лебединая песня» и «Исповедь» Но у него, на самом деле, огромное количество всякого рода научных работ по педагогике И они переведены на очень многие иностранные языки И не утратили своей актуальности и до сего часа Вот это как раз интересно, потому что мы говорим, что вроде бы пестоловцы жил давно То есть в конце 18-го, в начале 19-го веков На дворе стоит уже 21-й век Но вот его работа, его опыт Он не утратил своей актуальности Если мы говорим о теории воспитания пестоловцы То Айгант Генрих Пестоловцы видел цель воспитания в развитии способностей личности Заложенных Богом Причем развития гармоничного и всестороннего То есть пестоловцы был убежден, что любой ребенок Включая ребенка из социально необеспеченных слоев населения Любой ребенок имеет способности И вот эти способности, как раз в процессе воспитания Их надо развивать Причем сбалансировано, разносторонне, гармонично Ну и из этой цели выходили и виды воспитания Пестоловцы на первое место ставил нравственное воспитание Основанное на принципах Библии и семейной культуры Вот это как раз интересно Потому что вот уже в эпоху Пестоловцы К сожалению, так складывалось в Западной Европе Вот христианские идеалы Они потихоньку уходили на периферию Педагогическую, например, деятельность У пестоловцев все было с точностью наоборот То есть в основе нравственного воспитания У него лежали этические принципы Библии И с другой стороны, он считал, что в нравственном воспитании Надо опираться на традиции семейной культуры Семейного воспитания В Швейцарии семейная культура воспитания была довольно неплохой И поэтому вот он считал, что очень важно Вот этот вот дух вот такой семьи, да То есть доброго отношения к детям Вот этот дух перенести в школу Вот, потому что, к великому сожалению Школы швейцарские, в том числе та школа, в которой учился Пестоловцы Она была такого казенного духа Вот, и поэтому Пестоловцев просто терпеть не мог Но казенщину, официальщину, да То есть, и поэтому он считал, что вот нравственное воспитание Оно, конечно, должно быть основано и на принципах Библии На вот принципах семейной культуры, семейного воспитания Вот, и тепло семьи, да Его нужно вот перенести как раз в школу Ну, это и актуально, и своевременно, и сейчас Второй вид воспитания, который предлагал Пестоловцы Это трудовое воспитание То есть, он считал, что, конечно, вот детей Нужно буквально с ранних лет приучать к труду И вот в его школах или так называемых приютах Дети, вот, например, получали навыки работы на ткацком станке, например Или навыки по обработке земли, ну и так далее Вот, ибо вот в процессе труда, как считал Пестоловцы Ну, человек тоже получает воспитание Да, ну, то есть воспитываются какие качества? Ну, во-первых, настойчивость, да Целеустремленность, взаимовыручка, взаимопомощь и так далее Третий вид воспитания Это физическое воспитание То есть, Пестоловцы считал, что очень важно Вот, физическое развитие ребенка Вот, и он, например, обращал внимание на то, что Физическое воспитание вообще, оно необходимо Почему? Потому что, например, свойство любого ребенка Это движение, да, вот эти дети, они очень подвижны И вот как раз это свойство можно использовать Вот в физическом воспитании В закаливании и так далее, и так далее Вот, ну, четвертый вид воспитания Это умственное воспитание То есть, вот, воспитание культуры мышления Вот, это очень важно, потому что надо уметь думать, да Это проблема людей, да Часто люди не умеют просто думать Вот, им кажется, что они умеют думать На самом деле нет И существуют, да, вот такие выражения Не знаю, что им подумать Или я не могу додуматься Вот, или у меня нет никаких идей в голове Вот это как раз об этом И Пестовоз считал, что, конечно, очень важно Вот, научить детей думать Причем, заметьте, речь идет о детях из социальных организов Включая детей с девиантным поведением То есть, с проблемами, вот, психическими Там, с проблемами умственного развития Но он считал, что, вот, таких детей тоже надо воспитывать То есть, в том числе и интеллектуально То есть, умственное воспитание Он распространял и вот на эту категорию детей То есть, чтобы у детей была нормальная самооценка Чтобы они не считали себя ущербными И вот у Пестовозца все вот эти виды воспитания На практике они были взаимосвязаны Вот, и он, вот, все то, о чем он писал это Он все это делал То есть, его теория, она не оторвана от практики Как это, например, было у Руссо Хотя Пестовозца, он был очень большой поклонник Руссо Но он к произведениям Руссо, да Он относился аналитически То есть, он прекрасно понимал, что Руссо не был практиком Вот И вот Пестовозца как раз опробировал многие идеи Руссо на практике И, естественно, что он их корректировал То есть, он не был таким слепым последователем Руссо Нет, то есть, вот он пробовал принципы, например, свободного воспитания Принципы природосообразности воспитания в обучении использовать То есть, то, о чем писал Руссо Но у Пестовозца все это было пробито жизнью реальной В отличие от Руссо Вот, но надо отдать должное Руссо Потому что, вот, он все-таки вот эти теоретические, как бы, мыслил В основном правильно Хотя, конечно, у него были и серьезные заблуждения Вот И вот Пестовозца Он был сторонником всеобщего начального образования Вне зависимости от социального статуса учеников То есть, это та же самая вот идея Которая продвигала еще в 17 веке Яна Москаменский, да То есть, Яна Москаменский, мы об этом говорили Он был сторонником такого всеобщего начального образования И вне зависимости от социального статуса учеников И Пестовозца, я это еще раз повторю В то время, когда он жил Это было совершенно новостью Он был приверженцем образований и для детей с девиантным поведением Но это было действительно ново Потому что, вот, детей с какими-то отклонениями Уже априори, да Считали, так сказать, людьми второго, а то ли третьего сорта И вообще задавались вопросом А должны ли вообще такие люди жить и так далее Вот, вот, Пестовозца считал, что образование Оно распространяется и на социальные низы И на тех детей, у которых есть какие-то проблемы в развитии То есть, это, в общем-то, было действительно новым Вот для той эпохи, в которой жил Пестовозца То есть, несомненно, что он, ну, действительно любил детей всех Вот, то есть, у него была очень такая большая внутренняя любовь Пестовозца создал частные методики начального обучения Основанные на принципах наглядности И вот методика предполагала такие игровые формы Вот, ну, Пестовозца вообще считал, что вот Преподавание, сам процесс преподавания, он должен быть живым Да, это не просто, вот, значит, какие-то такие вот Выступления у учителя в классе Например, Пестовозца практиковал следующее Да, у него, например, дети могли сидеть за ткацкими станками Выполнять задачи, связанные вот с освоением профессии ткача И в это время тот же Пестовозца проводил с ними занятия, да Вот, ну, не всегда связанные с ткацким делом, да И понятно, что это не всегда было удачно Дети могли отвлекаться от работы на ткацких станках И они делали брак, да Или наоборот, они старательно работали на станках, но не слушали Пестовозца Такое тоже, такое тоже бывало Вот, но в любом случае Пестовозца считал, что вот обучение, оно должно быть активным Оно не должно быть вот исключительно в такой классно-урочной форме И, например, он довольно часто выводил детей на природу Например, когда речь шла о изучении основ природоведения, да То есть он их выводил вот к подножию гор Ну, Швейцария, страна горная, да И вот он буквально показывал, вот дети, вот это горы Вот гора там имеет форму пирамиды или голоса, вот И таким образом он им давал начальные знания, например, по геометрии, да То есть вот такой вот И поэтому уроки, они у Пестовозца были, ну, довольно интересны Причем он часто их проводил в форме игры В форме игры, это не важно, какой это предмет, вот Но в такой вот игровой форме Почему в игровой форме? Ну, потому что дети активные подвижные Если они сидят в классе, да, то им это очень быстро надоедает Да, они могут нарушать дисциплину И чтобы вот этот вопрос дисциплинарный снять Он проводил вот занятия, это не важно Там арифметика или это основы истории, основы географии Он их проводил в игровой форме И результаты у него были потрясающие Вот в этом плане И я могу сказать, что вот такая вот активная методика Такого активного обучения, она актуальна и до сего часа И я просто вспоминаю вот годы своей учебы в школе И вот я изучал французский язык в школе Вот и у нас была очень хорошая учительница французского языка И она довольно редко с нами проводила занятия в классе В так называемом лирингофонном кабинете Там с наушниками, с какими-то вот записями французских текстов Там на магнитофоне, тогда пользовались магнитофонами Магнитофонами, видео тогда еще не было Вот, и там компьютеров Вот, ну во всяком случае в школе Вот, и если, например, мы изучали тему лес, la foray Да, вот, то мы шли в лес Вот, то есть в любую погоду, там, это не важно, осень это или весна Вот, мы, значит, двигались в лес вместе с нашей учительницей И вот она нам рассказывала, вот, как на французском языке звучат разные слова, связанные с лесом Деревья, да, листья и прочее, прочее, прочее Вот, и нам это все очень запоминалось, то есть мы это усваивали просто очень твердо, да И также, например, мы там изучали тему стройка Мы с нашей учительницей шли на стройплощадку, да И она нам вот показывала, как работают там строители, да Вот, как подвозит бетономешалка, там, этот бетон и прочее, прочее, прочее То есть эти уроки, они были очень интересны, это было намного интереснее, нежели бы мы вот сидели в классе и там зазубривали французские фразы, да Или там глаголы и прочее, прочее, прочее Вот это как раз методы, которые, в общем-то, впервые предложил пистолотц, да И причем он их опробировал Вот это все работает очень здорово, вот И пистолотц также говорил о том, что очень важно упражнять детей в совершении высоконравственных поступков, да Ну, это вот, если мы говорим о нравственном воспитании Нравственном воспитании То он говорит, что мало вот читать детям морали Иногда вот это чтение морали, оно дает совершенно обратный результат, оно просто надоедает Когда тебе постоянно читают мораль, что там нужно помогать, вот, пожилым людям и так далее Вот, у пистолотца были потрясающие примеры в этом смысле Например, он работал с, вот, с девятными детьми Иногда это были дети маленькие совсем, а иногда были подростки, да Вот, представьте, он работал вот с, например, в Старсе, в городке Старс С подростками, да, с девятным поведением То есть подростковый возраст, он вообще проблемный, да, так скажем А здесь еще плюс Дети из социальных низов, у которых есть опыт, там, попрошайничества Опыт криминальный, да, опыт употребления алкоголя, курения, да И еще плюс с девиантными вопросами, да, связанными с проблемами с психикой Вот, как с такими детьми работать, как их воспитывать, да, вот, значит, в таком нравственном плане Какая мораль? Они этого слушать не будут просто, вот Но, тем не менее, у пистолотца были методы работы с этими детьми Ну, вот классический такой тоже пример Вот, например, он выводит детей, ну, в деревню, да, вот, ближайшую И по дороге, значит, от, значит, магазина, вот, или лавки, где торгуют хворостом Бабушка несет, значит, домой, вот эту визарку хворостом Ей тяжело И дети, вот эти подростки, которые с пистолотцем, вот, вышли в эту деревню Они смеются, он, бабка еле живая там тащит этот хворост Пистолотцы не делают им замечания Там никак нельзя говорить, детям вот надо помочь Он ничего этого не говорит Он говорит, ребята, вот, смотрите Скажем, вы за которое время могли бы от лавки до дома бабушки донести этот хворост Вот, значит, вот, ну, это быстрее, чем у бабушки у вас получится или нет? Вот, давайте попробуйте И вот эти подростки подбегают к этой бабушке, берут у нее хворост, несут домой к этой бабушке Затем, значит, бегут обратно к лавке, потому что бабушка там закупила несколько визанок хворостом И таким образом дети помогли бабушке, вот И пистолотцы потом их хвалят Вот, ребята, вы не только шустрые, быстрые, вы еще и бабушке помогли Это очень здорово, вот То есть, и происходит что? Такой щелчок у них в сознании, да? То есть, это очень важно, все это очень важно Или другой пример, может быть, более такой драматичный Вот, пистолотцы, мы говорили, как раз жил на стыке вот двух веков Вот, 18-го, 19-го, как раз это был период наполеоновских войн И Швейцария была вот таким полем вот битвы Вот, наполеоновских войск с противниками Вот, и получилось так, что вот неподалеку от приюта, в котором работал пистолотцы В одно из деревень французские солдаты сожгли все взрослое население деревни в амбаре Вот, а детей не стали трогать, просто детей солдаты поставили около вот этого горящего амбара Чтобы они видели, как их родители горят То есть, вот такая жестокость военных лет Вот, и чтобы они запомнили, что французский солдат, да, он как бы шуток не любит, да? Вот, и сопротивление ему бесполезно Вот, ну и вот до приюта, где работал пистолотец И дошли вот слухи, что вот такая вот была ситуация в деревне, которая находилась рядом с приютом И пистолотца своим ребятам говорит, ребят, давайте сходим туда вот в деревню, посмотрим, что там Вот, а тут есть, был очень такой интересный момент Дело в том, что вот приюта, речь идет о приюте в станции, в местечке станции Он был, он содержался на государственный счет И там был бюджет очень серьезно просчитан И каждый воспитанник получал, ну, определенную норму питания, определенную норму одежды Вот, это важно будет впоследствии, значит, для нашего повествования И пистолотцы пришел вот вместе с своими учениками, вот с этими девиантным поведением, да? Вот туда, на это пепелище И они увидели ученики вот этих маленьких детей, которые плакали там над сгоревшими трупами своих родителей Вот И пистолотцы просто своим вот этим великовозрастным девиантным подросткам Он им задает вопрос, ну, что будем делать, вот И подростки говорят ему, учитель, ну, надо этих детей забрать к нам Пистолотцы отвечают Но ведь вы же, если мы заберем их, их придется кормить, и вам придется меньше есть Да, и также одеждой делиться придется Хотя, конечно, у них там, им требуется одежда, может быть, меньшего размера Вот, а дети, ученики говорят, ну, едой поделимся А одежду можем и ушить Вот И вот эти вот подростки, вот эти разглядяи, хулиганы То есть, они вот такие, какие они есть Они вот этих вот маленьких детей собрали в приют Они их там умыли, значит, покормили Значит, сделали для них одежду Ушили, вот, там, одежду, которая была велика Вот так, вот это вот как раз и есть вот это воспитание нравственное на практике То есть, вот такое вот И у Пистолотца много таких вот историй в его вот педагогической практике было Вот Несомненно, Пистолотца подчеркивал значение учителя Который любит детей и владеет национальными педагогическими традициями То есть, Пистолотца считал, что вот для учителя самое важное Это все-таки не только знание предметов, которым он обучает Это предполагается само собой Но самое главное, это все-таки любовь к детям Любовь к детям И вот умение владеть вот национальными педагогическими традициями Потому что любой народ, это не важно, швейцарский народ или русский народ или албанский народ Да, вот он имеет традиции национального воспитания Да, то есть, это иначе говоря, это вот Пистолотца был сторонником принципа культуросообразности воспитания Вот И Пистолотца, кстати, он вот в Ивердоне Это такой городок, где у него тоже вот было учебное заведение, в котором он работал Он создал учительскую семинарию Вот, то есть, специальное учебное заведение, где готовились учителя Причем он считал, что для крестьянских детей лучше иметь учителя крестьянского происхождения То есть, социально близкого То есть, который вот понимает жизнь вот крестьянских детей То есть, вот такой, это довольно интересный у него был довольно интересный подход И, кстати, потом уже, спустя много десятилетий, вот эту же точку зрения будет отставить Лев Николаевич Толстой Вот, что, в общем-то, например, для крестьянских детей было бы неплохо иметь учителей крестьянского происхождения Которые вот знают эту жизнь, например, крестьян, да, вот в России, да, ну, а так же А здесь это, соответственно, Швейцария То есть, вот такой вот И Пистолотца, конечно, он выдвигал очень много требований к учителям Он считал, что учитель должен быть вообще полностью вот погружен в процесс обучения и воспитания И у него в Эвердоне была команда учителей, но он работал уже не один, вот Но им было очень тяжело с ним, потому что он мог, у него была семья, но тем не менее, вот при всем приток Он мог всю свою жизнь, да, посвятить школе А другим учителям это было сложно Вот, было сложно, вот Но вот, если что-то сложно, это не значит, что это невозможно То есть, Пистолотца, вот он умел все это делать И он полностью был такой человек, очень посвященный Вот, и, конечно, если мы говорим о значении деятельности Агана Генриха Пистолотца То можно констатировать, что, несомненно, в его деятельности была явлена максимальная реализация библейских принципов в обучении и воспитании Так как на теоретическом, так и на практическом уровнях И он оказал влияние на последующее развитие педагогики в мировом масштабе И вот наследие Агана Генриха Пистолотца, оно не утратило своего значения и в 21 веке